Владимир Путин выразил соболезнования семьям военных, погибших при обрушении здания казармы в Омской области. Как сообщили в пресс-службе Кремля, верховный главнокомандующий получает доклады министра обороны Сергея Шойгу о ходе спасательных работ. Министру поручено обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате аварии. Греция останется в еврозоне. Принципиальное согласие с международными кредиторами достигнуто. Сообщения об этом пришли сегодня из Брюсселя. Премьер-министр Алексис Ципрос добился обещанной финансовой помощи и снижения долговой нагрузки страны. Но в обмен Афины должны принять жесткие меры экономии. В частности, реформировать пенсионную и налоговую системы. В стране эти условия вызвали возмущение. Все подробности у нашего европейского корреспондента Андрея Баранова. На рассвете в Брюсселе после 14 часов безуспешных переговоров выход Греции из еврозоны, собравшимся за столом, лидером уже оказался единственным достойным сценарием. Как сообщают источники, находившиеся за закрытыми дверями, в 6 утра Меркель и Ципрос встали со своих мест и направились к выходу. Прошу прощения, но никто эту комнату не покинет, заявил председатель Европейского совета Дональд Туцк. После этого переговоры длились еще 3 часа, но компромисс все же был найден. Сегодня у нас была только одна цель – достичь соглашения. После 17 часов переговоров мы наконец-то ее достигли. Лидеры принципиально согласились начать переговоры по новой программе финансовой помощи Греции. Есть строгие условия, которые должны быть выполнены. Также необходимо одобрение нескольких национальных парламентов, в том числе греческого. Сообщается, что накал в отношениях между Парижем и Берлином достиг предела. Франция и Германия имели противоположные взгляды на будущее Греции. Алан был намерен до последнего бороться за то, чтобы Афины остались в еврозоне. Меркель уже готова была поставить на должниках крест. Из проекта постановления лидеров лишь в последний момент исчез пункта возможности так называемого таймаута, временного выхода Греции из еврозоны. Берлин был намерен поставить Афины в валютный угол для раздумий над поведением. Мы достигли соглашения, несмотря на потерю самой ценной валюты. Доверие, доверие друг другу. В самом начале принятого документа говорится о том, что доверие должно быть восстановлено. И Греция отвечает за выполнение всего, что было решено сегодня. Это были длинные переговоры, но они привели к историческому решению. Если бы Греция покинула еврозону, что было бы сказано? Что еврозона не способна поддержать свою целостность? Что было бы сказано о греках? Что они не способны выполнить свои обязательства? Что было бы сказано о Франции и Германии, которые должны были придать импульс этим переговорам? Что нас не было на встрече? Еврозона сделала бы шаг назад там, где надо идти вперед. Германия решила наказать греческое руководство за блеф с референдумом. Меры экономии, на которые согласился Алексис Ципрос, значительно суровее тех, что были вынесены на народное голосование всего неделю назад. К примеру, грекам предлагалось продать государственные собственности на 50 миллиардов евро и перевести всю сумму в Люксембург, как залог по новому кредиту. Ципросу удалось добиться того, что приватизация все же состоится, но деньги останутся в стране и пойдут на рекапитализацию греческих банков. Это трудная сделка, но мы предотвратили передачу народной собственности за границу. Мы помешали планам удушения, коллапсу нашей финансовой системы, плану, который был разработан в мельчайших деталях и который уже начал исполняться. После долгой битвы мы добились реструктуризации долга и финансирования на среднесрочную перспективу. Нобелевский лауреат, американский экономист Пол Кругман в своем блоге для Нью-Йорк Таймс назвал новые требования кредиторов чистой местью, ведущей к полному отказу Афин от суверенитета. Уже звучат сравнения сегодняшней сделки с Версальским мирным договором, настолько унизительным по отношению к побежденной в Первой мировой Германии, что он считается одной из причин зарождения нацизма. Более того, ни один из пунктов сегодняшней сделки не гарантирует, что Греция, которая уже должна кредиторам более 300 миллиардов, получит очередную порцию наличности, что-то около 80 миллиардов евро, чтобы расплатиться по старым долгам и оставаться на плаву. Более того, переговоры о транше начнутся лишь после того, как греческий парламент одобрит согласованную в Брюсселе сделку. И времени на это грекам дали только до среды. Очередная порция унижения Алексея Ципроса ждет на родине. Ему предстоит объяснить избирателям, что их голос на референдуме ничего не значил. Уже решено. Банки в стране останутся закрытыми до конца недели. Наличность в банкоматах может закончиться и того раньше. Андрей Баранов и Евгений Полойко. Европейское бюро ТВ-центра. Сегодня в Вене может быть поставлена точка в многолетних дискуссиях вокруг иранской ядерной программы. В австрийской столице проходят переговоры шестерки посредников и Тегерана. Как сообщает агентство Reuters, обсуждение вступило в финальную стадию. Ранее министры иностранных дел стран-участниц собрались в отеле Кобург. Туда прибыл и глава российского МИДа. Он уже провел двусторонние встречи со своими коллегами из Китая и Великобритании. Благодаря участию Сергея Лаврова накануне страна удалось договориться по ряду спорных вопросов. Консультации представителей шестерки Ирана идут 18-й день в режиме нон-стоп. Судя по выражению лиц министров, сегодняшние переговоры проходят напряженно. Внимание сконцентрировано на вопросе снятия оружейного эмбарго и графики исполнения взаимных обязательств Тегераном и Западом. Заключительные документы могут быть подписаны уже сегодня. В последние дни мы вели интенсивные консультации. Благодаря этому достигнут значительный прогресс. Китай уверен, что обстоятельства складываются благоприятным образом и способствуют подписанию финального соглашения. Министры иностранных дел стран шестерки вновь собрались в Вене, чтобы довести это дело до логического конца. По моему мнению, дальнейшего продления переговоров не может и не должно быть. Правительство России сохранит практику, при которой регионы получают субсидии на дорожные статьи только при условии решения вопросов по движению электричек. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами. Глава кабинета министров заметил, что кому-то такая мера может показаться жесткой, но люди должны от этого выиграть. Не случайно все регионы, где есть пригородное сообщение, уже заключили соглашение с РЖД, после чего им были выделены дорожные субсидии. Речь на совещании также шла о расширении возможностей материнского капитала. Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, выплатами в размере 20 тысяч рублей на текущие нужды уже пожелали воспользоваться свыше миллиона семей. И 380 тысяч из них уже получили эти деньги. Дмитрий Медведев напомнил, что средства материнского капитала теперь можно направлять не только на погашение долга по кредиту, но и на первоначальный взнос за жилье и другие цели. Мера действительно оперативная, по сути дробление материнского капитала, что, конечно, при всех прочих равных условиях, наверное, делать было бы и не очень целесообразно. Но вот здесь, выбирая между просто прямой поддержкой наших людей и деньгами, которые копятся для жилья, мы все-таки такое решение приняли, и как вот только что было сказано, это оказалось оправданно. В Закарпатском городе Мукачево объявлен режим повышенной безопасности. Отменены все массовые мероприятия, дороги контролируются военными. В местной мэрии отмечают, что после субботней перестрелки с участием боевиков правого сектора никаких конфликтов не было. Жертвами стрельбы, напомню, стали 4 человека, еще 11 были ранены. После инцидента в Мукачеве активисты, запрещенные в России экстремистской организации, отказались разоружаться и провели акции протеста в Киеве, Львове и других городах. Дмитрий Гусев продолжит. Пролетают военные вертолеты. Там, в лесах, по данным спецслужб, скрывается отряд правого сектора из 12 человек под командованием Романа Стойко. Уже двое суток ведутся переговоры, однако результатов они пока не принесли. Никто не собирается зачищать патриотов. Мы обнаружили сегодня двоих раненых бойцов правого сектора. Им оказана вся необходимая помощь. Они переправлены в больницу, состояние стабильное. У государства есть вопросы только конкретным гражданам, которые нарушили закон. По борьбе с преступностью. В ходе расследования будет дано определение и мафиозным структурам области. И с такого расследования надо было начинать. Я спросил представителей правого сектора. А что вы сделали для того, чтобы побороть мафию мирными, законными методами? Нет ответа. На всех крупных автомобильных магистралях западных областей Украины сейчас усиленные блокпосты. На одних стоят военные, чтобы не допустить к месту конфликта так называемые добровольческие батальоны, вставшие на сторону радикалов Ярыша. На других правый сектор для блокировки и передвижения подразделений вооруженных сил. К раненым в ходе перестрелок закарпатским милиционерам сегодня пустили родных и журналистов. Что говорить-то? Мы стояли в двухстах метрах. Мы только выскочили из автобуса и по нам начали... Какое там говорить? Там нельзя было голову поднять. Лупили из всего, чего могли. Им все равно было, что люди там дальше гражданские, что заправка там рядом. Ездить по мирным городам с пулеметами и автоматами наперевес, открывать огонь, стрелять на поражение из гранатомета в мирном городе недопустимо никому. Нельзя стрелять по мирным гражданам, по сотрудникам правоохранительных органов. Но стоит отметить, что спустя двое суток после стрельбы в Мукачеве риторика обвинения несколько изменилась. Власти в Киеве, безусловно, настаивают на наказание виновных. Созван Совет по национальной безопасности и обороны. Но при этом высокие чиновники считают, что необходимо разобраться и в ситуации с якобы контрабандой. Арсений Яценюк потребовал даже уволить всех закарпатских таможенников. А депутаты Верховной Рады говорят о неком секретном соглашении, которого достигли руководители СБУ и правого сектора. В Приморье устраняют последствия мощного тайфуна Чанхом, от которого уже пострадали Филиппины, Тайвань и Китай. На территории края циклон бушевал больше суток. Непогода вызвала сход оползня на участке трассы, построенной к саммиту Атес. В реках начался подъем уровня воды. Из Владивостока репортаж Геннадия Картелева. На работу многие приморцы сегодня так и не добрались. Оползень, который сошел прямо на оживленную дорогу, остановил движение. Камни и глина стали причиной тройного ДТП и более десятков поврежденных автомобилей. Притормозил немного, соответственно, плохая видимость. Мне в заднюю часть въехал джип. Стояли уже две машины, притерлись. Не успел затормозить и въехал. Дорогу автолюбителям перекрыли и повалившиеся деревья во Владивостоке и Уссурийске. Некоторые машины буквально тонули в огромных лужах. Машина воды хлебанула. Все, стоим. Двигатель и конец. Помогаем людям, которые застряли в луже. Многим машинам уже ремонт серьезный предстоит. Непогоду в Приморье принес сильнейший тайфун Чанхом, который уже прошел через Филиппины, Тайвань и Китай. Там он оставил после себя многочисленные разрушения. На Филиппинах унес жизни пяти человек, а в восточных регионах Китая были эвакуированы тысячи людей. В Приморье Чанхом принес ливни и ураганный ветер. Выпало порядка 85 миллиметров осадков, что превышает половину месячной нормы, которая составляет 130 миллиметров. В течение дня дождь во Владивостоке еще сохранится, но будет он уже не такой интенсивный, как минувшей ночью. О том, что тайфун настигнет Приморье, спасатели знали заранее. Все силы МЧС были приведены в режим повышенной готовности. Регистрируются незначительные происшествия в виде обрушения плохо закрепленных рекламных конструкций и деревьев. Крупных происшествий не зарегистрировано. Туристам советовали временно воздержаться от экстремальных прогулок по рекам и в горах. Часть пассажирских автобусов не вышла в рейс. Было приостановлено морское пассажирское сообщение. Высота волн у берегов Владивостока местами достигает пяти метров. Владельцам маломерных судов и катеров спасатели сегодня настоятельно рекомендуют в море лучше не выходить. Сейчас тайфун стал отступать. Во Владивостоке и некоторых районах Приморья прекратились осадки. Синоптики пообещали, что уже завтра в краю становится теплая погода. Геннадий Картелев, Роман Статнов, Дальневосточное бюро ТВ центра, Владивосток. В деловом центре Москва-Сити сегодня прошли масштабные учения. 3,5 тысячи человек эвакуировали из одной из башен. Операция заняла чуть более 20 минут. Экстренные службы отрабатывали навыки по спасению людей и методы борьбы с огнем при условном пожаре в высотном здании. За ходом учений наблюдал Никита Васильев. Сообщение о пожаре в деловом центре город-столиц поступило примерно в 11.00. При заходе на посадку вертолет врезался в башню Санкт-Петербург. От падения обломков и разлива топлива произошло возгорание. И уже через несколько минут здесь был развернут оперативный штаб МЧС. Такова легенда учений. Впрочем, все действия максимально реалистичны. Первый реагирует служба безопасности здания. Начинается эвакуация людей. Спасатели устанавливают технику, воду подают прямо из реки. Для этого у набережной встал на якоре многоцелевой корабль. От него специалисты начинают разворачивать пожарные рукава через дорогу к подъемникам. Мы запитывали коленчатый 90-метровый подъемник от автоцистерны и проложили магистральную линию перекачку для подачи воды на высотные этажи. В ходе учения отрабатывали и спасение пострадавших. Тех, кто не успел покинуть здание и оказался зажатым на верхних этажах огнем. Для спасения пострадавших в невысоких домах примерно до 16 этажей используется специальная подъемная лестница. За полторы минуты она разворачивается на 50 метров. В пожарной люльке помещается до двух человек. Кроме того, ее используют для того, чтобы протянуть пожарный шланг и тушить дом уже на высоте. Пожарную лестницу использовали для эвакуации человека с крыши с общей соединительной части двух башен. Задачу выполнили спустя примерно 5 минут после начала возгорания. Еще одного сотрудника центра пришлось спасать, используя альпинистское снаряжение. Всем пострадавшим сразу же оказали медицинскую помощь. Работал в офисе, почувствовал задымление, вышел в коридор. В общем, встретили пожарные, проводили до выхода. Нами была оказана медицинская помощь на месте и оба пострадавших были госпитализированы в профильные стационары города Москвы. Тушение пожаров в высотных зданиях относят к наивысшей категории сложности. Без ошибок не обошлось, но, по словам руководителей учений, все они незначительные. Заложники на свободе, но имена преступников неизвестны. Таков промежуточный итог спецоперации, которая в эти минуты продолжается в парижском пригороде. Сегодня утром двое или трое вооруженных людей попытались ограбить магазин одежды в местном торговом центре. В этот момент в здании находилось 18 человек, предположительно сотрудников комплекса. Спасаясь от злоумышленников, работники спрятались в столовой. При этом один из них успел отправить знакомому СМС с информацией о том, что случилось. По всей видимости, заложникам не повезло. Они оказались в неудачном месте в неудачное время. Угрожать пленникам или требовать за них выкуп никто не пытался. Стражи порядка по-прежнему держат здание в оцеплении. Пока неясно, находятся ли грабители внутри или успели сбежать. Продолжение следует...